Музыка Так, друзья, теперь мы уже дома, в квартире и продолжаем съемку в тепличных условиях. Это стратификация. Вот она, надеюсь, меня видно. Смотрите, что здесь написано. Абрикосы сорки 22-го, 2-го, 17-го года. Это было здесь, 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 здесь. Байлевицкий, то есть здесь косточки. Сейчас мы попробуем их оттуда раздобыть. Что они сейчас представляют? Дело в том, что я их продержал не на балконе, не в холодильнике и не в погребе. Я их продержал. Вот здесь вот прямо вот все время они тут были. И какое-то время даже на батарее. Все-таки, согласитесь, срок очень маленький, да? Это означает, что... Ну, назовем это ускоренная стратификация. Сейчас посмотрим, получилось что-нибудь или нет? Раз, два, три, четыре... Так, не проплюнулась ни одна. Ни одна. Груша нарядная Фимова, 22 февраля 17-го года. Смотрим, что из этого вышло. Груша не проклюнулись ни одна. Это что означает? Это означает, что здесь тоже ускоренная стратификация не получилась. Так, сегодня у нас, я забыл сказать... Так, Даша, какое сегодня? Пятое? Шестое. Шестое апреля. То есть прошло... Это где-то одни и сорок, получается. По лимфификации. Так. Вот. И... Посмотрим еще абрикосы. Тут несколько ассорти. Это несколько разных абрикосов. И тоже на 2 февраля это было. Эксперимент не закончен. Просто... Назовем это промежуточный результат. Промежуточный результат. Итак, абрикосы и ассорти. 22 февраля. Вот. Смотрим. Так. спят что все означает все означает следующее надежда я еще не все показал но эти пока трогать не будут надежда на то что один из моих выводов вот они в тепле и вот они должны проснуться не должны смотрим обратную картину сейчас вы будете удивлены и даже шокированы только что мы сейчас с вами с грушами с абрикосами занимались а вот она китайка красно-розовая так смотрим внимательно видите корень пробил насквозь я надеюсь видно я в том что это все сейчас пойдет посылки это у меня последняя баночка именно красно-розовая замечательных сорт видите дело в том что тут ну начало просыпания заметьте в тепле лежит не просыпается на ваших глазах я не собираюсь еще скрывать абрикос 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 вот они груши спят как мельники как диски теперь теперь еще раз видите корешок начало просыпания в холоде просыпается почему стратификация естественный процесс обязательно хранение в холоде определенный период они были эти китайки феврале вот сюда положены и просыпаются по идее то уже тут так случилось что задерживается весна по всей россии вспоминайте вернулась снегопада несколько дней назад сегодня 6 апреля где-то первых числах апреля в конце марта снегопада москве ну уже это все должно быть уже на новом месте но это еще банка шокирует начало просыпание а вот этот а она хранилась по гребе температура там все время 234 градуса сейчас я вас удивлю и шокирую действительно сейчас и вас удивлю суриская желтая спит так суриская желтая спит мне чтобы найти и мне так а вот она вот сейчас по-настоящему делю а вот даже пересылки смотрим сюда смотрим сюда я возьму уже в руку вот так уже буду держать руки вот это я уже убираю это все еще будет теперь в холод отправлю тепло не помогло разбудить отправлю в холод так цификация в тепле не прошла а время уже вот-вот высаживать еще раз абрикосы абрикосы и груши спят как дючки а теперь смотрим сюда несмотря а вот эта банка в отличие от той у меня красно-розовая двух банках вот одна так и увидели хвостик может еще раз его показать чтобы убедили что не болтун вот этот вот хвостик вон а вот теперь хорошо видно вот а тут их на мяка не один на несколько расспособка там по 10 или по 12 вот я бы сейчас вместо десяти кладу 12 потому что бы это шанса больше было у людей так вот банка которая хранилась у меня для крышка тоже желто-розовая стать я не оговорился желто-розовая желто-розовая она хранилась у меня в холодильнике холодильнике теплее внимание ну как теплее 35 градусов там видели что творится я не успел отослать их не успели пока они спали декабрь январь февраль марта и вот наконец они у меня марте начали просыпаться да как посмотрите те хвосты смотреть сюда но это вроде спит в это исключение скорее правил видеть сюда видели посмотреть там уже эти корешки длиной со спичку видели а вот даже доставать не буду все ясно стало вот то есть мы имеем две крайности первое хранение в тепле ничего не дает вот лежать себе лежат и неизвестно сколько еще пролежат конечно я теперь вот и их опять забору где они были поставлю в холод если будем живы я почему это промежуточную провел проверку еще раз говорю вот есть на балконе это все было так и не взошло тепло есть тепло вот теперь заканчиваю съемку тем что второй вариант тепле не взошло холодильник так вот в нем вот такая температура 35 градусов и к сожалению этого хватило чтобы они чтобы они начали всходить так значит что у меня получилось в основном пару китаек пару сортов все остальное спит редкий редкий случай когда приходят письма вот сейчас пошли уже слава богу апрель что мы вот получили там 2 апреля от 1 апреля 8 там 30 марта 1 2 может быть проснулись абрикосовы то есть слава богу я почти никого не подвел вот что мне делать с этими все они обычно не всходят часть только часть верно еще спит наверное я просто когда мне будут заказывать кончится вот эти спящие вот я их буду уже отправлять два за одну то есть два упаковки когда оплатят одну вот и наверное если еще останутся не пропадать добро тут их всего если три раза три за одну класть туда еще несколько человек можете получить и среди них найдутся те которые еще не проснулись или проснулись но их аккуратно можно посадить прямо вот с этими самыми корешками вот ну то есть чтобы исключить хаутуру я буду просто класть больше когда они закончатся но люди будут говорить ой как я хочу желто-розового вот но я надеюсь хоть и сумбурно говорил я всегда экспромтом говорю я не лектор вот поняли да полная фиасках хранение вот здесь вот у меня две упаковки были в тепле не нашли остальные вот здесь некоторые час еще и это теперь все это переместиться в холодильник вот так друзья не такое то простое дело и самое главное вот это как лезвие бритвы и туда плохо и сюда по как пройти по лезвию бритвы для этого нужно общаться со мной с моим сайтом для этого нужно смотреть эти фильмы